Что уж там, ну и удивительный монолог, согласитесь. Теперь давайте посмотрим на еще один монолог, но вернее на диалог, конечно, двух прекрасных и талантливых женщин. Спектакль, который мы тоже посетили, это «Неизвестный друг» по мотивам рассказа Бунина с Ксенией Рапопорт и Полиной Осетинской. 6 декабря в Малом зале филармонии Полина Осетинская и Ксения Рапопорт сыграли музыкальный спектакль «Неизвестный друг» по одноименному рассказу Ивана Бунина. Вы увидите двух утонченных женщин русских 20 века, несущих в себе все наследие 19 века, но преломивших и преобразивших это по-своему. Через серебряный век. Бунинский рассказ состоит из письм замужней дамы, матери трех детей, которые она пишет из эмиграции русскому писателю. В своих посланиях она осмысляет природу искусства, делится переживаниями по поводу собственного одиночества и с нарастающим нетерпением ждет ответа от адресата. А он все молчит. Но ведь вы сами знаете, как это почти невозможно высказывать себя. За роялем Полина Осетинская. Она воплощает некий образ дочки главной героини. Своей игрой она словно реализует те творческие мечтания, которые ее мать смогла воплотить только в безответных письмах. Игривость и кокетство первых писем матери накладывается на детский альбом Чайковского. Затем ее напряженные внутренние монологи рассуждения воплощаются в прелюдиях Дебюси и Равеля. И в финале щемящее одиночество и тоска отзывается в мелодиях Батагова и Карманова. Это история об одиночестве, о стремлении к творческому началу, к реализации, к какой-то форме. Конечно, это в том числе и об одиночестве в творческом отношении, когда ты понимаешь, что ты хочешь и мог бы что-то сделать, но жизнь не подсказала тебе путей. Он написал письма к самому себе, да. Это была реальная переписка в его жизни. Была такая женщина, Наталья Эспозита, которая писала ему письма. Он на них отвечал, правда. Но, видимо, в какой-то момент, уже в эмиграции, он, как бы оттолкнувшись просто от этой истории реальной, написал не просто о женском одиночестве, и совсем не о тихих, как сказать, кокетливых письмах, а о жажде понимания. Неизвестный друг так и остается неизвестным. Мы так и не услышим ответ на наши самые важные вопросы. Выражаясь словами героини Бунина, искусство – это и молитва, и музыка, и песнь человеческой души. Все то, что мы и увидели в спектакле двух бунинских женщин. Знаете, вот все время обвиняют нас в том, что излишний сексизм царит в искусстве. Дескать, только мужчин мы показываем. Нет, вот смотрите, сегодня у нас практически женский эфир. И с мыслью о красивых и талантливых мы выходим на рекламу. Редактор субтитров А.Семкин